Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Барлакова Лиза Альбертовна, я учитель начальных классов гимназии номер 17 города Черкеска. Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Наше занятие хотелось бы начать со слов великого российского государственного деятеля, политика, писателя и литературного критика Виссариона Григорьевича Белинского. Он говорил, что русский язык один из богатейших языков в мире, и в этом нет никакого сомнения. Громко прозвенел урок. Звонок. Начинается урок. Наши ушки на макушке, глазки широко открыты. Слушаем, запоминаем, ни минутки не теряем. Перед тем, как мы начнем работу, убедите, что вы сидите правильно. Так, давайте начнем с вами с минутки чисто писания. Сегодня мы будем писать буковку К. Но для начала вспомним, что обозначает эта буква. Что это за буква? Буковка К дает звук К. Скажите, этот звук гласный или согласный? Верно, согласный. Звонкий или глухой? Верно, глухой. А он твердый или мягкий? Правильно, он может быть и твердым. Ка-ко-ку и мягким. Ки-ке. На следующей строчке давайте с вами запишем заглавную и прописную буковку К до конца строчки. Теперь проведем с вами словарную работу. На следующей строчке напишите слово «словарь» и поставьте двоеточие. Далее перед вами несколько слов. Вы должны будете их переписать, вставляя пропущенные буквы. Обязательно нужно будет поставить ударение и подчеркнуть безударную гласную. Так, теперь возьмите в руки красный карандашик, и мы с вами проведем проверку. Посмотрите внимательно и проверьте каждое слово, как оно пишется. Аппетит, килограммы, газета, инженер, солнце, космос, километр, великий солдат. Если у вас допущена одна ошибочка, вы ставите себе четыре. Если у вас две ошибки, вы ставите себе три. Если у вас больше трех ошибок, то я вам рекомендую после нашего занятия открыть словарь и еще раз повторить написание этих слов. А кто написал работу без ошибок, без исправлений, вы смело можете поставить себе пять. Сейчас мы с вами проведем тест. Нам нужно будет найти ключевое слово по буквам правильно угаданных ответов. Первый вопрос. Что обозначает имя прилагательное? А. Предмет. С. Признак предмета. В. Действие предмета. Правильно. Имя прилагательное обозначает признак предмета. И первая буковка нашего ключевого слова – это буковка С. Второй вопрос. На какой вопрос отвечает имя прилагательное? Т. Кто что? Л. Что делает? Что сделает? К. Какой? Какая? Какие? Правильно. Имя прилагательное отвечает на вопросы «какой? Какая? Какие?» И следующая буква нашего ключевого слова – это буковка К. Далее. Следующий вопрос. Как определить род прилагательного? М. По вопросу. Л. По существительному, с ним связанному. Верно. Род имени прилагательного мы можем определить по существительному, с ним связанному. И следующая буковка нашего ключевого слова – это буковка Л. Переходим. Какие окончания имеют прилагательные среднего рода? А. Окончание. Ая. Яя. О. Окончание. Ое. Ее. И. Окончание. И. И. Ой. Подумайте. Верно. Имена прилагательные среднего рода имеют окончание Ое. Ее. И следующая буковка нашего ключевого слова – это буковка О. Каким членом предложения чаще всего является прилагательное в предложении? Т – главным, Н – второстепенным. Верно. Имя прилагательное в предложении чаще всего бывает второстепенным членом. И следующая буковка нашего ключевого слова – это буковка Н. Далее. Как изменяется имя прилагательное? А. По родам и числам. Е. По родам, числам и падежам. О. По падежам. Правильно. Имя прилагательное изменяется по родам, числам и падежам. И. Следующая буковка нашего ключевого слова – это буковка Е. С чем связано прилагательное в предложении? Н – с существительным, Т – с глаголом, С – с наречием. Верно. Имя прилагательное в предложении связано с существительным. Следующая буковка нашего ключевого слова – это буковка Н. Прилагательных больше всего в текстах о повествованиях и описаниях, е-рассуждениях. Правильно, прилагательных больше всего в текстах, описаниях. Нам подходит буковка И. И последнее. Последний вопрос. Прилагательное это О часть слова и член предложений Е часть речи. Верно, имя прилагательное это часть речи. И последняя буковка нашего ключевого слова это буковка Е. Вот у нас получилось целое слово. Склонение. Давайте с вами вспомним, что такое склонение. Склонение, верно, это изменение по падежам. Теперь я хочу, чтобы вы вспомнили алгоритм правописания падежных окончаний имен прилагательных, которые мы составляли с вами ранее. Первый пункт этого алгоритма гласит, что нужно определить, к какому прилагательному относятся существительные. Далее нужно задать вопрос от существительного к прилагательному. Потом посмотреть, какое окончание имеет падежный вопрос прилагательного. И написать окончание прилагательного. Теперь, вспоминая, что наше ключевое слово было слово склонение, и только что мы с вами вспомнили алгоритм правописания падежных окончаний имен прилагательных, сформулируйте мне тему нашего урока. Какую тему сегодня мы будем закреплять? Верно. Мы сегодня будем закреплять тему правописания падежных окончаний имен прилагательных. Исходя из темы нашего урока, давайте поставим перед собой цели, благодаря опорным словам. Сегодня мы с вами должны закрепить что? Продолжите. Правильно. Мы должны сегодня закрепить знания об имене прилагательном. Далее. Мы должны упражняться в чем? Верно. Упражняться в правильном написании окончаний прилагательных в косвенных падежах. И нужно к тому же задуматься над чем? Нужно задуматься над его ролью в тексте и нашей речи. Цели поставлены. Так. Для разминки давайте с вами просклоняем словосочетание «почтовый вагон». Обратите внимание, что слово «вагон» является словарным. Так. Значит, берем наш первый падеж. Это именительный падеж. Вспоминаем его вопросы. Именительный падеж имеет вопросы «кто? Что?». Вы должны помнить, что мы сначала должны задать вопрос к имени существительному, а потом от имени существительного задать вопрос к имени прилагательному. Давайте спрашивать. Что? Вагон. Вагон какой? Почтовый. Получается словосочетание «почтовый вагон». Возьмите в руки простой карандашик и выделите окончание «ы». Следующий падеж – это родительный падеж. Вы все прекрасно помните, что у родительного падежа есть слово «помощник», и это слово «нет». Отталкиваясь от этого слова, давайте спросим вопрос. Родительный падеж. Нет кого? Чего? Нет чего? Вагона. Вагона какого? Почтового. Получается словосочетание «почтового вагона». Окончание «ого». Выделите. Далее идет дательный падеж. У него слово «помощник» – слово «дать». Вспоминаю вопросы. Дать кому? Чему? Спрашиваем. Дать чему? Вагону. Вагону какому? Почтовому. Получается словосочетание «почтовому вагону». Окончание «ому». Выделяем. Следующий падеж – винительный падеж. У него слово «помощник» – это слово «вижу». Вспоминаем вопросы этого падежа. Вижу кого? Что? Спрашиваем вопрос. Вижу что? Вагон. Вагон какой? Почтовый. Получается словосочетание «почтовый вагон». Выделяем окончание «ы» у прилагательного. Следующий падеж – это творительный падеж. У творительного падежа слово «помощник доволен». Вспоминаем вопросы творительного падежа. Творить кем? Чем? Спрашиваем. Творить доволен чем? Вагоном. Вагоном каким? Почтовым. Получается словосочетание «почтовым вагоном». Окончание «ым». Выделите. И последний падеж – это предложный падеж. У этого падежа есть опорное слово «думать». Вспоминаем вопросы этого падежа. О ком? О чем? Спрашиваем. Думать о чем? О вагоне. О вагоне каком? Почтовом. Получается словосочетание «о почтовом вагоне». Мы справились. Молодцы. Так, сделайте мне вывод. Ответьте на мой вопрос. Имена прилагательные склоняются? Верно, склоняются. Так, следующее задание. Нам нужно с вами определить падеж у имени прилагательного и подобрать к нему правильное окончание. Для этого мы должны вспомнить наш алгоритм и при этом учитывать, что сначала мы должны узнать падеж имени существительного. Ведь мы помним, что какого падежа будет имя существительное, точно такого же падежа будет имя прилагательное, которое связано с ним. Давайте спрашивать. У чего? У берега. Кого? Чего? Это вопросы родительного падежа. То есть, если наше существительное родительного падежа, то и прилагательное, которое связано с ним, тоже будет родительного падежа. Мы нашли падеж. Теперь мы должны определить окончание. Для этого мы должны задать вопрос от имени существительного к имени прилагательному. У берега какого? Крутого. Делаем вывод. У нашего прилагательного окончание ОГО, и оно стоит в родительном падеже. Следующее словосочетание. Могучим дубом. Действуем аналогично. Сначала определяем падеж у имени существительного. Чем? Дубом. Кем? Чем? Это вопросы творительного падежа. Значит, наше существительное стоит в творительном падеже. Если существительное стоит в творительном падеже, то и прилагательное тоже стоит в творительном падеже. Мы определили падеж. Теперь нужно найти его окончание. Спрашиваем. Дубом каким? Могучим. Делаем вывод. Наше прилагательное стоит в творительном падеже, и у него окончание им. Следующее словосочетание – ранняя зелень. Что? Зелень, наша существительная, стоит в именительном падеже. Это значит, что и наша прилагательная тоже стоит в именительном падеже. Спрашиваем, зелень какая? Раннее окончание яя. Делаем вывод, наша прилагательная стоит в именительном падеже, и у него окончание яя. Следующее словосочетание – про утреннюю зарю. Давайте обозначим падеж у имени существительного. Про что? Про зарю. Это вопрос винительного падежа. Это означает, что и наша прилагательная тоже стоит в именительном падеже. Определяем окончание. Про зарю какую? Утреннюю. Окончание юю. Следующее. К синему морю. К чему? К морю. Кому чему? Это вопросы дательного падежа. Значит, наша существительная стоит в дательном падеже. Это означает, что и прилагательная тоже стоит в дательном падеже. Находим его окончание. К морю какому? К синему. Услышали окончание ему. Делая вывод, наша прилагательная стоит в дательном падеже, и у него окончание ему. Без горячего чая. Без чего? Без чая. Кого? Чего? Это вопросы родительного падежа. Значит, наша прилагательная тоже стоит в родительном падеже. Подбираем окончание. Без чая какого? Горячего. Окончание его. Значит, наша прилагательная стоит в родительном падеже, и у него окончание его. По шучьему велению. По чему? Кому чему? Это вопросы дательного падежа. Значит, наша существительная велению стоит в дательном падеже. Определяем окончание у имени прилагательного, который также стоит в дательном падеже По велению какому? По шучьему окончании ему Значит, наше прилагательное стоит в дательном падеже и у него окончание ему Красной розой Чем? Розой Кем? Чем? Это вопросы творительного падежа Значит, наше существительное стоит в творительном падеже Это значит, что и прилагательное тоже стоит в творительном падеже. Розой какой? Красной. Окончание «ой». Значит, наше прилагательное стоит в творительном падеже, и у него окончание «ой». Перед последней встречей. Перед чем? Перед встречей. Кем? Чем? Это вопросы творительного падежа. Наше существительное стоит в творительном падеже, значит, и прилагательное тоже в творительном падеже. Перед встречей какой? Последней Мы услышали окончание ей Делаем вывод, наша прилагательная стоит в творительном падеже И у него окончание ей Так, давайте с вами проведем физминутку для глаз Для начала плотно закройте глаза, а затем широко откройте их И так проделайте 5-6 раз Закрываем, потом открываем Далее, посмотрите вверх, вниз, влево, вправо, не поворачивая головы И так 3-4 раза Вверх, вниз, влево, вправо Дальше вращайте глазами по кругу 3-4 раза Теперь следующим заданием у нас будет самостоятельная работа Ваша задача выписать эти словосочетания И вместо точечек у прилагательных написать безударные окончания У этих прилагательных Выполняйте Давайте с вами проверим, что у вас получилось Интересная экскурсия Вы помнили, что мы как находим окончание? Мы спрашиваем от имени существительного вопрос к имени прилагательному Экскурсия какая? Интересная окончание ая Далее Занимательное путешествие Путешествие какое? Занимательное окончание ое Обширной земли Земли какой? Обширной окончание ой Сладкими голосами Голосами какими? Сладкими окончаниями Тихим ребенком Ребенком каким? Тихим окончание им Молодцы Следующее задание мы с вами должны поработать как корректоры Корректоры это люди, которые проверяют тексты, находят ошибки и исправляют их Перед нами текст Давайте с вами с ним ознакомимся Первое предложение этого текста Было ясное летнее утро В этом предложении есть ошибка? Есть Скажите, в какой части речи ошибка? Правильно, у имени прилагательного в этом слове ошибка Теперь скажите, в какой части слова ошибка? В окончании, правильно Мы с вами помним, что правильное окончание это правильный заданный вопрос Находим его в существительное и задаем вопрос от имени существительного к имени прилагательному Было ясное летнее утро Было утро какое? Летнее Значит у нашего прилагательного должно было быть окончание е е Исправляем Проверяем Было ясное летнее утро Вот теперь все в порядке Следующее предложение По синему небу плыла легкая туча А в этом предложении есть ошибка? Правильно, есть В каком слове ошибка? В слове синим Это какая часть речи? Прилагательная И у нас вновь допущена ошибка в его окончании Значит находим его в существительное И задаем вопрос По небу какому? Синему Значит у нашего прилагательного должно было быть окончание ему Исправляем Прочитаем, что у нас получилось По синему небу плыла легкая туча Вот теперь все хорошо Следующее предложение С ближнему поля поднялись крикливыми гуси Есть ошибки? Есть В каких частях речи допущены ошибки? В именах прилагательных А в каких частях слова допущены ошибки? В окончаниях Давайте исправлять Находим их существительные С ближнему поля Нашли Спрашиваем с поля Какого? С ближнего Должно было быть окончание его Исправляем Поднялись крикливыми гуси Поднялись гуси Какие? Крикливые Должно было быть окончание е Исправили Давайте с вами прочитаем, что у нас получилось С ближнего поля поднялись крикливые гуси Мы исправили текст Молодцы Так, сделаем маленький вывод Ответьте на мой вопрос Имя прилагательное стоит в том же роде Числе и падеже Что имя существительное, к которому одно относится Верно Это правда Следующее задание Образуй словосочетание по образцу Шапка из меха Меховая шапка То есть нам нужно с вами образовать словосочетание Прилагательное плюс существительное Первое Плащ фиолетового цвета Образуем словосочетание Получается Фиолетовый плащ Далее Кольцо из золота Верно Золотое кольцо Зарплата за год Годовая зарплата Небо без облаков Безоблачное небо И пляж из песка Песчаный пляж Молодцы Вот и подошел к концу наш урок Давайте с вами подведем итоги Давайте вспомним, какова была тема нашего урока Правильное правописание Поддержных окончаний имен существительных Цели урока были достигнуты? Достигнуты Я очень надеюсь, что знания, полученные сегодня на уроке Вам пригодятся в будущем А на этом я с вами прощаюсь До свидания, ребята Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова